Друзья, приветствую всех! С вами Максим. За 5 лет, вот уже практически 5 лет своей блогерской деятельности, в которой я рассказываю вам про Австрию, про жизнь в этой замечательной стране, про различные способы переезда в эту страну, мне задают огромное количество вопросов. Все эти вопросы можно разделить на две большие группы. Первая группа это когда человек уже решился, он уже выбрал Австрию как страну для эмиграции и хочет узнать какие-то, ну какие-то аспекты жизни в стране, да? А вторая группа вопросов это вопросы из разряда Максим, хочу эмигрировать, помоги с чего начать? Так вот, друзья, сегодня мы как раз и поговорим на тему, которую я назову такая азбука, азбука любого начинающего эмигранта в Австрию, в которой мы разберем самые-самые базовые шаги, которые любой эмигрант должен совершить для того, чтобы покинуть свое текущее место пребывания и перебраться в то место, да, в котором он считает, что ему и его семье будет лучше. Итак, самые первые базовые шаги, которые любой эмигрант должен сделать. Итак, друзья, самый первый, но фактически самый важный пункт это ответ на свой собственный внутренний вопрос. Хочу ли я эмигрировать? Насколько бы не казался этот вопрос примитивным и простым, по сути, это самый сложный вопрос, на который должен дать ответ любой эмигрант. Потому что именно ваше решение, именно ваше внутреннее желание изменить что-то, изменить вашу страну, в которой вы проживаете, является основополагающим и базовым для всех остальных ваших шагов. Итак, первое, что вы должны сделать, это решить для себя, почему вы хотите эмигрировать. Да? Казалось бы, базовый вопрос, элементарный. Ну как, почему, Максим, я хочу эмигрировать? Ведь невозможно же жить в нашей стране. И тут начинается перечисление. Украина, Россия, Казахстан, Беларусь и так далее. Неважно, какая страна. Может быть, человек сейчас живет в Соединенных Штатах Америки или в Австралии, тем не менее, хочет эмигрировать в Австрию. У каждого человека должна быть причина, основная базовая причина, по которой он хочет это сделать. Как правило, что-то вам должно очень сильно не нравиться в вашей собственной стране. Поэтому вы должны ответить себе на вопрос, что должно измениться для того, чтобы я остался в этой стране. Ведь, как правило, мы все пытаемся, мы все уезжаем со своей родины, в месте, где вы родились, где вы выросли, где ваши семьи, ваши друзья, знакомые. И мы хотим полностью изменить место жизни, в котором нужно понимать, что вы приедете в совершенно новую страну, в которой у вас не будет семьи. Я имею в виду родителей, бабушек. У вас не будет друзей, у вас не будет знакомых. Все будет совершенно чужое и новое. Поэтому, как правило, любой человек... Конечно, есть такие люди, которые просто хотят куда-то уехать без раздумий, без сомнений. Но, как правило, любой человек говорит так, что я бы остался у себя на родине, если бы что-то... И тут есть определенный ряд причин изменилось. Некоторые говорят, я бы остался, если бы уровень жизни в моей стране повысился. Или я бы остался, если бы я здесь нашел свою любовь. Или я бы остался, если бы я здесь мог найти достойную, высокооплачиваемую работу. У каждого человека есть причина, по которой он хочет уехать. И есть ряд критериев. Если бы они изменились в своей собственной стране, человек бы не переезжал. Так вот, определитесь для себя, что должно в вашей стране измениться, чтобы вы не переезжали. Потому что переезд, друзья, запомните, это очень сложный психологический шаг в жизни любого человека. И, как правило, мы все хотели бы остаться у себя на родине, если бы что-то изменилось. Так вот, например, я бы остался, если бы у меня здесь была достойная работа. Может быть, вы можете сделать что-то, чтобы найти ту достойную работу у себя на родине. То есть, я бы остался, если бы я здесь мог завести, найти там парня или девушку и жениться, и завести семью. Ведь, может, друзья, гораздо проще найти себе будет пару в своей собственной стране, да, в стране, где люди выросли на одних и тех же принципах, где вы понимаете друг друга. Или, может быть, вы говорите, я бы остался, если бы власть в моей стране сменилась, правительство сменилось, политический строй сменился. Не проще ли, друзья, приложить все усилия для того, чтобы совершить это изменение, да? Ну, представим себе, друзья, что вы отвечаете себе, что все, я в своей стране этого достичь не могу, поэтому я должен эмигрировать. Следующее, вы должны понимать риски, связанные с эмиграцией. Если вы посмотрите любой эмигрантский канал на просторах интернет, да, есть огромное количество каналов, посвященных жизни, ну, как правило, в больших странах, может быть, да, Соединенные Штаты Америки, или Канада, или Австралия, или даже Австрия, да? Про Австрию просто не очень много различных каналов, но если вы посмотрите такие основные эмигрантские страны, как Соединенные Штаты Америки, вы увидите большое количество каналов, которые рассказывают вам о негативных сторонах переезда в любую страну. И вы увидите, что любой человек, значит, довольно большое количество людей, которые переезжают, они не находят счастья в другой стране, поэтому вы должны четко понимать риски, с которыми вы столкнетесь, да, вы должны понимать, что вас здесь ждет, для этого мы должны как можно больше информации посмотреть по стране, да, как можно узнать больше мнений, узнать, что именно ждет вас, может быть, здесь настолько большие отличия будут, с которыми вы не сможете смириться. Но если вы понимаете риски, вы должны ответить на последний вопрос, готов ли я к ответственности. Ответственности может быть не за себя, а ответственность за свою семью, да, ответственность за своих детей, потому что переезд в любую страну – это неопределенность. Неопределенность – это стресс, стресс – это проблемы со здоровьем, возможно, ну а проблемы со здоровьем ведут к общей негативной результату. Люди не достигают того, чего они хотят, они не получают того, чего они планировали, в результате возвращаются на родину и либо живут, остаются в той стране, куда переехали, но живут там несчастливо. Итак, друзья, все вместе это должно дать вам ответ на вопрос, хочу ли я вообще эмигрировать, да, представим себе, что вы отвечаете на этот вопрос категорическое «да». Вы представляете себе риски, вы знаете, почему вы хотите эмигрировать, вы готовы нести ответственность, и вы видите, что в своей собственной стране вы не можете ничего добиться. Следующий этап вашей психологической подготовки должен быть ответ на вопрос «куда я хочу эмигрировать?». Потому что, конечно, многие люди говорят «хочу куда-нибудь уехать, лишь бы только в этом сумасшедшем доме не жить». Да, особенно люди с нашего постсоветского пространства, такое популярное мнение у них есть, но тем не менее я не видел ни одного человека, который хотел бы, например, эмигрировать куда-нибудь в Африку, да. Все хотели бы эмигрировать куда-нибудь в развитую страну, будь это Европа или американский континент, Австралия, может быть, Новая Зеландия. Так вот, в современном мире есть большое количество вариантов «куда?», но вы должны определить для себя то место, в котором вы будете, вероятно, чувствовать себя наиболее комфортно. Я говорю «вероятно», потому что вы не можете ответить на этот вопрос сразу. Это невозможно, у каждой страны есть свои плюсы, минусы, есть подводные негативные камни, да, которые вы не увидите, пока не побываете здесь, которые будут лично для себя. Так вот, друзья, что вы должны сделать? Вы должны проанализировать все варианты, которые вы считаете вам подходят, и выбрать самый подходящий вариант. Конечно, сейчас многие на мной посмеются и скажут «Максим, ну нельзя же вот так вот в современном виде просто выбирать, в мире, в современном выбирать и говорить, а вот я хочу поехать вот сюда, да, и переехать сюда». Конечно, друзья, в каждой стране свои требования, в каждой стране свои возможности, но тем не менее вы должны очертить некий круг, круг ваших предпочтений. Представим себе, друзья, что вы проанализировали, вы посмотрели, конечно же, в современном мире это различные блоги, вы смотрите, да, вы читаете различные мнения людей, живущих в этих странах, вы смотрите YouTube-каналы. Возможно, вы каким-то образом наткнулись на мой канал и увидели, что Австрия. Австрия – это неплохой вариант, сказали вы себе, да. Следующее, что вы должны сделать, это узнать как можно больше про страну, про ее культуру и обычаи, про жизнь в этой стране, прежде чем принимать поспешное решение. То есть вы начинаете смотреть как можно больше видео про эту страну, причем стараемся смотреть не только из одного источника, потому что если, например, вы будете смотреть все время только мой канал, то у вас может сложиться впечатление, что в Австрии все хорошо, например, да. Ну почему, друзья, так? Потому что каждый человек рассказывает из своего опыта. Вот, например, у меня жизнь в Австрии довольно простая, она простая и спокойная, скажем так, да. То есть у меня нет каких-то сильных здесь стрессов, потрясений, я спокойненько живу, мы живем здесь небогато, но просто и спокойно, скажем так, да. И вот такие, соответственно, я надеюсь, по крайней мере, что весь мой канал, он создает такое впечатление, такое спокойствие, по крайней мере, да. Ну, по крайней мере, какой-то некой стабильности. Но, друзья, есть другие люди с другими мнениями. Если вы посмотрите другие каналы про Австрию, вы видите, что у других людей может быть другое мнение об Австрии. Кому-то здесь не нравится, кто-то здесь видит большое количество минусов, кто-то, может, живет в маленькой деревне и расскажет вам совершенно другую сторону жизни в Австрии, да. Ведь я вам рассказываю, как правило, около, все, об Вене, около Вены, около столицы, где мультикультурализм, где огромное количество приезжих, и я сам такой, да. Кто-то живет, может быть, в маленькой деревне австрийской, деревушке, и жизнь нам совершенно другая, друзья, не нужно путать. Кто-то, может быть, живет, я живу, как бы, на одних правах, я здесь, да, я здесь, как бы, высококвалифицированный специалист, работаю, получаю зарплату выше среднего. Кто-то, может быть, живет на совершенно других условиях, кто-то, может быть, живет как беженец, или как, ну, или как низкоквалифицированный специалист, и совершенно жизнь другая. Поэтому, друзья, вы должны собрать как можно больше мнений, вы должны узнать как можно больше об этой стране, прежде чем сделать выбор. Представим себе, друзья, что мы все-таки решились и выбрали Австрию. Следующий шаг, который должен сделать любой иммигрант, ответить на вопрос, что мне нужно сделать для того, чтобы эмигрировать в эту страну. Итак, у нас есть Австрия, у нас есть конкретная цель. Мы хотим попасть в Австрию. Значит, вы должны проанализировать все возможные визовые варианты и выбрать подходящий вариант. Да, вы должны посмотреть, может быть, мой канал, посмотреть другие каналы, почитать какие-то блоги и увидеть, что у вас есть вот такие вот возможности попасть в Австрию. Итак, мы можем попасть как высококвалифицированный специалист по рабочей визе, мы можем попасть как один из необходимых Австрии дефицитных профессий. Если вы девушка, вы можете попасть по визе жены. Да? Конечно же, всегда есть вариант приехать как беженец. Я не говорю, что это хорошо или что вам будет здесь хорошо. Я просто говорю, что варианты есть. Поэтому вы должны проанализировать и выбрать тот вариант, по которому подходит именно вам. После того, как вы узнали, что вам нужно для этого сделать, мы переходим к следующему этапу, чего мне не хватает на данном этапе. Может быть, вам не хватает, как правило, если вы по рабочей визе едете, то вам нужна работа. Может быть, вам не обхватает образование для того, чтобы набрать необходимые пункты по рабочей визе. Может быть, вам не хватает опыта работы. Если вы молодой человек, у вас не хватает опыта работы. Может быть, у вас не подходящая, либо не совсем подходящая профессия. Может быть, возраст уже не тот. С какими-то пунктами мы можем что-то сделать, с какими-то не можем. Мы не можем изменить наш возраст, но мы можем получить дополнительное образование. Мы можем получить дополнительный опыт работы, мы можем сменить профессию. Итак, друзья, мы должны проанализировать, чего мне не хватает на данном этапе. После того, как мы проанализировали этот вопрос, мы переходим к следующему этапу. Как я могу достичь, как я могу этого достичь, да, чего этого, как я могу достичь, значит, всего того, чего мне не хватает. Итак, представим себе, что у нас нет работы, мы ищем работу. Как мы ищем работу? Опять же, мы ищем, мы смотрим различные видео, да, мы читаем различные блоги. На моем канале неоднократно я рассказывал, где искать работу. Значит, мы получаем необходимый опыт, мы получаем образование, мы получаем дополнительную профессию, мы делаем все то, чтобы выполнить требования получения визы в Австрию. После того, как вы, в течение того, как вы работаете над этим вопросом, вы спрашиваете себя еще один вопрос. Что еще я могу сделать для того, чтобы моя иммиграция прошла как можно проще? Вы должны еще больше узнать о стране, а еще лучше о том городе, куда вы хотите переехать. Вы должны еще больше узнать о работодателе и о рынке труда в Австрии. Вы должны, конечно же, выучить как можно лучше язык. Не надо себя обманывать мыслью о том, что вы приедете в любую страну и, находясь уже здесь, быстро и просто выучить язык. Все друзья, кто так думают, они сильно заблуждаются. Потому что рабочий человек, если вы приедете, у вас не будет времени здесь учить язык. Вам придется учить его на лету, вам придется... В общем, друзья, не надо создавать для себя дополнительный стресс. Постарайтесь как можно больше сделать на родине. Как можно лучше выучить язык, как можно лучше подготовиться. Так, друзья, вот эти шесть пунктов я выделил как самые базовые шаги любого начинающего иммигранта. Я надеюсь, что те люди, которые задают мне вопросы, Максим, с чего мне начать, найдут, по крайней мере, какую-то полезную информацию в этом видео. Сегодня я говорил самые базовые вещи, но тем не менее, эти базовые вещи, они только тогда базовые и простые, когда вы лежите на диване и рассуждаете о том, как хорошо бы куда-нибудь переехать. Когда человек начинает уже думать об иммиграции, все эти базовые вещи внезапно становятся сложными и неочевидными. Так, друзья, с вами был Максим. Сегодня мы разговаривали о самых первых шагах любого иммигранта. Всего хорошего. Пока-пока.